Всем привет! Смотрите как восстановить данные с виртуальной машины Xen Cloud Platform гипервизора зеркального RAID 1. Xen Cloud Platform NextGen – это Linux дистрибутив с предварительно настроенным гипервизором Xen и готовим проектом Xen API. Основная цель данного проекта – предоставить простой способ развертывания инфраструктуры на основе виртуальных машин с использованием Xen в качестве гипервизора и мощного Xen API для предоставления готового решения. XCPNG совместим с большинством серверов, поэтому весьма популярен. Как и в любом другом гипервизоре есть ряд причин, по которым вы можете потерять доступ к виртуальной машине в результате как системного сбоя, так и выхода из строя сервера. В результате вернуть доступ к данным виртуальной машины без стороннего программного обеспечения у вас не получится. Далее в видео я покажу как достать с RAID массива файлы виртуальной машины, которой нет доступа, с помощью программы для восстановления данных Hetman RAID Recovery. В качестве готового дистрибутива Xen самый простой способ развернуть XCPNG использовать ISO образ, доступный на веб-сайте проекта. Установка XCP особо не отличается от установки Xen Hypervisor. Видео с подробной установкой Xen Hypervisor уже есть у нас на канале. Ссылку на него я оставлю в описании. Единственное отличие в процессе установки я установлю систему на зеркальный RAID. В процессе установки нужно оказать диски и собрать из них массив. Что касается процесса создания виртуальных машин она также ничем не отличается с Xen Hypervisor. Для управления виртуальными машинами используется XCP Center. Интерфейс программы такой же как Xen Center. Подробно о том как создать виртуальную машину можете посмотреть видео про Xen Hypervisor. Так как процесс полностью дентичен я не буду на этом останавливаться а сразу перейдем к процессу восстановления. На данном гипервизоре у меня настроено две виртуальные машины. Первая с операционной системой Windows и вторая с Linux Ubuntu. Я покажу как достать информацию с каждой из данных машин. Если при загрузке виртуальной машины ничего не происходит, она выдает ошибку которую нельзя исправить или же произошел аппаратный или системный сбой в работе сервера. В результате вы не можете загрузить виртуальную машину. Воспользуйтесь программой для восстановления данных Hetman RAID Recovery. Она поддерживает восстановление данных со всех популярных типов RAID массивов и виртуальных дисков различных гипервизоров, включая XCP. По умолчанию XCP.NG использует LVM системы хранения виртуальных машин на локальном хранилище. Данный вариант хранения имеет массу преимуществ перед VHD файлами, но порой для создания общего хранилища необходимо использовать файловый режим хранения по аналогии с VAMBAR ESX. В результате процесс восстановления может вызвать ряд трудностей. А так как в моем случае данная система построена на зеркальном RAID это еще более усложняет процесс восстановления. Для начала процесса восстановления нам нужно достать накопители из сервера и подключить к материнской плате ПК с операционной системой Windows. Если на вашей плате недостаточно SATA портов или разъемов питания для подключения дисков, воспользуйтесь различными переходниками и расширителями, их вы сейчас видите на экране. Hetman RAID Recovery при подключении физических накопителей, из которых состоял RAID массив, где хранились файлы виртуальных машин, сразу отображает диски виртуальных машин соответствующим размером. Если на вашем гипервизоре хранилось большое количество виртуальных машин и сложно определить нужную, есть несколько команд, которые вам помогут. Сделать это можно при условии работоспособности сервера. Чтобы посмотреть какие виртуальные диски принадлежат конкретной виртуальной машине, на сервере нужно выполнить команды для поиска идентификатора виртуальной машины, диска и репозитория. Для этого подключаемся к серверу PSSH. Вводим первую команду. В результате мы нашли идентификатор виртуальной машины. Вот идентификатор виртуальной машины с Windows 10 и Linux. Теперь по этому идентификатору можно посмотреть подключенные диски, выполнив такую команду. В конце указан UID виртуальной машины. В результате мы получим идентификатор виртуального диска, с помощью которого найдем идентификатор репозитория. Теперь по идентификатору репозитория сможем определить какой виртуальной машине принадлежит конкретные диски, а также идентифицировать их в программе. Итак, мы уже отключили диски от сервера и подключили к компьютеру с операционной системой Windows. Скачиваем, устанавливаем и запускаем программу Hetman Raid Recovery. Утилита собрала из дисков наш RAID, на котором лежат файлы виртуальных машин. Внизу можно посмотреть информацию, которую ей удалось определить. Чуть ниже RAID массива отображены все диски виртуальных машин. Если вам сложно определить нужный, ищите по идентификатору. У меня только две виртуальных машины. Для начала просканируем диск виртуальной машины с Windows. Жмем по диску правой кнопкой мыши и выбираем открыть. Далее выбираем тип анализа. Для начала запускаем быстрое сканирование. Если в результате программе не удалось найти нужных вам файлов, выполните полный анализ. Для этого вернитесь в главное меню. Кликните по диску правой кнопкой мыши и выберите проанализировать заново. Здесь нужно выбрать файлы и систему. Выбираем NTFS, так как это машина с Windows 10. Запускаем анализ. Далее переходим в папку, где хранилась информация, которую нужно вернуть. Отметьте файлы, которые нужно достать. И нажмите восстановить. Укажите диск, папку, куда сохранить данные и еще раз восстановить. По завершении файлы будут лежать в указанном каталоге. Как видите программа без труда нашла и установила все файлы, которые хранились на виртуальной машине. Для облегчения поиска нужных файлов в программе реализированы поиск по имени. Также вы сможете посмотреть содержимое файла в предварительном просмотре. Теперь посмотрим как удастся программе вернуть файлы с виртуальной машины с Linux. Открываем диск. Для начала быстрый анализ. Как видите программа нашла файлы. Все данные, которые лежали на диске виртуальной машины. В результате программа нашла даже удаленные файлы. Осталось лишь их восстановить. Hetman Raid Recovery поддерживает все популярные файловые системы типы RAID и большинство видов гипервизоров. В случае с разрушенным RAID программа в автоматическом режиме соберет его и позволит достать критически важную информацию. Отметьте файлы. Укажите диск. Папку. Восстановить. При повреждении диска или затирании служебной информации программа может не собрать RAID в автоматическом режиме. Если вам известны параметры поврежденного массива, вы сможете сделать это вручную с помощью RAID конструктора. Откройте конструктор. Выберите пункт создание вручную. Затем заполните поля с данными RAID. Тип. Порядок блоков. Размер. Добавьте диски из которых он состоял. С помощью стрелок укажите их порядок. Недостающие заполните пустыми. Кнопкой плюс. Также здесь можно указать смещение, по которому лежит начало диска. В некоторых случаях в программе не удастся определить его автоматически. Его нужно ввести вручную. Если параметры указаны верно, как правило внизу, RAID будет иметь хоть один раздел. Разверните его, чтобы проверить наличие нужных папок. Если нужные папки отображаются, RAID было построено правильно. Заполнив все известные параметры нажмите добавить. После чего вы попадете в менеджер дисков, где будет отображаться добавленный RAID. Для восстановления осталось его проанализировать, найти файлы которые нужно вернуть, выделить их и восстановить указав конечную папку. А на этом все. Надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока. Пока ты смотришь это видео, мирные жители Украины умирают от атак и бомбардировок РФ. Безумный путинский режим напал на мирное государство в самой центре Европы. Поддержите украинскую армию. Пожертвуйте средством фонд «Повернай живым». Сканируй QR-код или перейдите по ссылке в описании к видео и перечислите любую сумму, которая обязательно усилит украинское сопротивление и поможет противостоять преступной российской агрессии. Продолжение следует...